здравствуйте следующая наша тема лекции цели и задачи расчета электрических цепей цепи постоянного тока где нагрузка состоит из пассивных элементов переходные процессы заканчиваются практически сразу после начала ее питания и больше себя не проявляя что касается цепи тока переменного то в ней переходные процессы имеют важнейшие если не сказать решающие значения и каждый элемент такой цепи способна способнее только рассеивать энергию форме тепла или механической работы но могуще хотя бы как-то накапливать энергию форме электрического или магнитного поля будет влиять на ток оказывая некую нелинейную реакцию зависящую не только от амплитуды прикладываемого напряжения но и от частоты выпускаемого тока таким образом при переменном токе мощность не только рассеивается форме тепла на активных элементах но часть энергии по переменном то накапливается то возвращается обратно к источнику питания это значит емкостные индуктивные элементы сопротивляются прохождению переменного тока если вы обратили на этот рисунок графики напряжения вот видите графики нашего тока сопротивлением графики тока емкостного тока вот видите график и график катушки индуктивной токи все они если вы обратите внимание синусоидальные графики так дальше цепи синусоидального переменного тока конденсатор сначала за пол периода заряжается а следующий пол периода разряжается видите заряжается разряжается отдавая заряд обратно в сеть и так каждый пол периода сетевой синусоид катушка же индуктивности вот у нас цепи переменного тока первые четверть периода создают магнитное поле а следующий период это магнитное поле уменьшается энергия в форме только возвращается обратно к источнику так ведут себя чисто емкостные и индуктивные нагрузки чисто емкостные нагрузки ток опережает напряжение на четверть периода сетевой синусоиды то есть на 90 градусов если смотреть тригонометрический когда напряжение на конденсатор достигло максимума ток через него равен нулю а когда напряжение начнет переходить через ноль то топ цепи нагрузки будет максимальный все это может быть на этом рисунке чисто индуктивные нагрузки ток отстает от напряжения на 90 градусов то есть на четверть периода синусоиде задерживается когда напряжение приложенное к индуктивности максимально только только начинает нарастать у чисто активной нагрузки ток и напряжение друг от друга каждый момент времени не отстают то есть находится строго фазы давайте приведем несколько пример для расчета электрических цепей пусть прямо валя рамка как мы видим на рисунке имеет площадь 100 сантиметров в квадрате горизонтан однородно магнитное поле с частотой n равна 50 оборот в секунду магнитное индуктивное поле то есть b вот на рисунке вот направление вот показано пусть это индуктивное поле равно но тем два целых тесла нужно найти закон изменения магнитного потока через рамку вот в зависимости от времени если в начале момент времени плоскость рамки в первом случае расположена горизонтально а в втором случае составляется горизонтальной плоскостью и угол фи 30 градусов давайте решим вот такую задачу да решение до этого мы рассматривали 7 создания законы мы знаем как найти поток да вот в первом случае когда рамка расположена горизонтально выражение вот поток будет равно будет изменяться вот таким экономическим законом фи равно фи 0 синус омега т то есть равно вместо финального поставим b у нужна с то есть индуктив поле и лошадь под прямой вольной рамкой это s и вместо омега мы поставляем 2p n который частота 50 добровых секунд равно t вот таким законом будет меняться а в случае б когда рамка составляет с горизонтальной плоскостью 30 градусов тогда этот закон также будет меняться с таким законом грамматическим то есть фи равно пи 0 синус омега т плюс фи это у нас начальная фаза это у нас на втором случае в первом случае оно 30 градусов значит фи 0 умножим на синус омега т плюс 30 градусов а фи 0 у нас это равняется b на s то есть это у нас дано если переведем фи 0 это у нас 2 миллиметра отчет начальной фазы фи производится от корзонтальной плоскости в сторону вращения рамки давайте рассмотрим вторую задачу это даже немного можно сказать труднее с предыдущей задачи условиях задачи первой пусть такая же условия будет найти нам можно найти амплитуда электродывающей силы индуцируемые в рамке как изменится амплитуда электродывающей силы если частота вращения рамки увеличить три раза это же рисунок давайте перерисуем как видно на этом рисунке соответственно здесь вот мы видим нормаль направление направление направлением б то есть индукция магнитного поля так вот рамка рамка занимавшая в начале момента времени горизонтальное положение вращаясь вращение как видите вот эту стрелку вращаясь с угловой скоростью омега 2 пи н момент времени это будет составлять с горизонтальной плоскостью угол омега т омега омега т течение последующего очень мало прогнутка времени делто т она повернутся еще на малый угол омега на делто т вот пусть сторона рамки параллельно оси о о вот как мы видим нужно равна а маленький вот и сторона рамки пикникулярика аси равна б вот эта рамка пусть будет б то есть сторона рамки вот это б а вот это а за время делто т д проводить рамки c d вот видите с и д маленький маленький д переместиться в положение c штрих д штрих и заметет при этом площадь площадь прямоугольника делто с который заметен мы можем написать в таком виде то есть стороны умноженные а а умножим на здесь уже половина б будет поделена на 2 умножим на омега делто т то есть это у нас дает площадь вот этого с и а омега делена на 2 переписали где вот с площадь а умножим на б прямоугольного рамки магнитный поток через площадь заметаем проводником с д вот так он выглядит в таком выражении то есть delta f равно b на delta s где вот альфа угол между нормалью м к плоскости c c c d d вот и направление магнитной индукции видите угол между нормалью площадью вот c c d d если промежуток времени delta t очень мал то угол практически равен углу омега так как направление нормали n мало отличается от направлений створной рамки k d если дмитрий k d так вот нормаль и k d мало отличается а вектор b по условию направлен горизонтально таким образом вот это выражение мы можем переписать вот таком делта фи равно 1 вторая bs омега dt косинус омега t следовательно в момент времени проводник sd индукции цель предыдущей сила и epsilon равно делта фи на делта т или подставляем значение выражение вот дельта фи тогда вот делта t у нас сокращается остается одна вторая бс омега косинус омега t вектор b направлен к плоскостям в которых превращение рамбиды уже сопроводники к до и л с к до л ц поэтому через эти проводниками плоскостям магнитных поток равен нулю электроидрующая сила не возникает проводники ада как легко видеть индуцируется электроидрующая сила epsilon 2 epsilon 2 вот равная по модулю epsilon 1 по направлениям но направленная так что при обходе по контуру этой электроидрующей силы складывается в результате сумма на электроидрующей силы будет вот таким вот образом epsilon равно если они одинаковы по модулю то 2 epsilon 1 это равно b s амега косинь амега наибольшее значение электроидрующей силы принимает те моменты времени когда косинус омега это максимум то есть равен единице поэтому амплитуда предыдущей силы 0 равно bs омега то есть как мы сказали если косинус омега равен единице мы это вместо омега это подставляем 2pn 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 будет 0 2pn уже на bs подставляя числовые данные мы получим 0,614 вольт при увеличении частоты вращения 3 раза амплитуда электроистогр увеличится также 3 раза то есть вот это значение мы умножим на 3 получается epsilon умножить примерно равно на целых 884 вольт давайте посмотрим следующую задачу напряжение на концах участка цепи по которым течет перемена изменяется с течением времени по закону вот 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 такой то есть синус и далее теоремическим законом да v равно 0 синус амир это плюс пи делима значит где фи от начальной фазы напряжения равняется пи делима на 6 это у нас 30 градусов в момент времени т равным большой это равно 12 вот что это у нас придет у меня не назначить напряжение v равно 10 вольт вот это мы видим на графике напряжение поделено на 12 вот это а вот 10 вольт пусть будет здесь найти напряжение в 0 круговую частоту и частоту тока ток если период колебаний дано то есть 0 1 секунду еще нужно представить графический зависимость напряжения от времени там мы уже график построили по данным круговая частота тока омегром 2 пи если поставить числовые данные то получится пи у нас равно 3,14 вместо то если подставляем 0,01 на сортах получится 828 секунд минус 1 степени частота тока это образная профессиональная период тока если подставляем исследование будет 100 герц в момент времени т равно период 12 мгновение значения напряжения выглядит вот дано у нас закон мы знаем это перепишем так и поставляем вместо омега 2 пи делиона на т плюс пи делиона на 6 это равняется если поставить числа данные то синус 30 градусов равен полин 3 делиона на 2 отсюда в 0 мы можем найти это у нас 2 2 2 2 в делиона на полин квадрат 3 подставляя данные получим 1,6 вольт и он не это не так и давайте рассмотрим еще одну задачу сеть переменного тока с эффективным напряжением пусть равно 127 вольт последовательное включение резистент сопротивлением 100 ом и конденсатор все опустил 40 микрофарада найти ампетитут тока цепи это простая задача по сравнению с предыдущим то есть мы знаем ток как изменяется в предыдущих лекциях это напряжение деленное на полное сопротивление z и в 0 у нас равно корень квадрат и эффективное напряжение деленное деленное на корень квадрате r квадрат плюс 1 деленное мега квадрат c квадрат подставить числа данные получим 1,4 ампера ампера 2 2 2 3 2 3 2 3 6 10 10